МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинство найденных тел раздеты почти до нога. Во рту комья земли. На лицах застыла маска ужаса. Тайны и страх пропитали эту землю насквозь. Людская молва окрестила Вепские болота гиблым местом. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Что скрывают от людей аномальные зоны? Тайна, которая потрясет меня. Ожившее предание о змее из Вепских болот. Большая голова-то как с таким-то гребнем шипит. Что жертвы видели в последние секунды жизни? Юрушка, давай, говорит, бежать. Это же клетушая змея. Где в России чаще всего встречается полтергейст? Не было вообще какой-то материальной субстанции. Зачем Сталин отправил ученых на Соловки? Они искали вход в половинный мир, они его нашли. И карта всех аномальных мест России. Только в тайнах мира с Анной Чапман. Вепские болота расположены в Тихинском районе Ленинградской области. Здесь за последние несколько лет были найдены тела десяти человек. Криминалисты разводят руками. Следов насильственной смерти не обнаружено. А местные жители в один голос утверждают. Рядом с вепской трясиной они видели гигантскую змею. Суд, медэксперт, который делал заключение по факту гибели людей на болотах, в неофициальной беседе с нашим корреспондентом, упомянул о едва заметных точках на телах погибших. Эти точки были очень похожи на след змеиного укуса. Но в крови погибших экспертам не удалось обнаружить следов змеиного яда, известного науке. Разгадать тайну вепских болот нам согласился помочь бывший сотрудник убойного отдела милиции Юрий Девяткин. Наша съемочная группа отправилась в гиблую вепскую трясину для того, чтобы выяснить, отчего на болотах гибнут люди. Лучше сюда не заходить. Быстро всосет, мог сверху закроется. Ну и все. Среди дремучих лесов и болот Ленинградской области живут вепсы. Малочисленный финно-угорский народ. Ой, сама мой, ой, сама мой родник. На языке вепсов сегодня в нашей стране говорят меньше пяти тысяч человек. В древних летописях вепсы упоминаются как чуть. Народ чуди занимался ведовством и был сказочно богат. Существует предание. Среди болот был основан город, в котором потомки чуди, помимо несметных богатств, хранили великую тайну. Тайну могущества энергии природы. Она притягивает. Другое дело, кого она притягивает? Какие силы в нас? Вот этот вопрос, по-моему, никто не изучал. Попасть в потаенный город пытались многие, но входы были замаскированы и тщательно охранялись. Смельчаков ждала смерть. Те, кому удалось выжить, не сговариваясь, описывали ужас, который они пережили на вепских болотах. Неожиданно стало возникать чувство, не скажу, что страха, давит просто сзади чувство, и вот затылком чувствуешь, что такое страшное, непонятное. Наша съемочная группа пытается выяснить, почему в этих местах исчезают люди? И какова на самом деле причина смерти тех, чьи обнаженные тела были обнаружены в дремучих лесах? В местном отделении милиции нам рассказали о трупах голых людей, которые находятся на территории диаметром 50 километров, порядка 6 смертей. Люди умирали при странных обстоятельствах. Официальный представитель уголовного розыска Санкт-Петербурга и Ленинградской области уверен, исчезновения людей в районе вепских болот никак не связаны с паранормальными явлениями. Мы придерживаемся там криминальных, но изучительские версии готовы рассмотреть. В мае 2005 года группа туристов из Санкт-Петербурга приехала в карельские леса поохотиться и порыбачить. Остановились в урочище недалеко от деревни Кундала. Правда, деревней это место назвать было уже трудно. Люди давно ушли из этих мест. Развалившиеся и сгоревшие дома словно предупреждали чужаков. Вам здесь не место. Но городские охотники не верили ни легендам, ни слухам о вепской трясине. Оказалось зря. Один из туристов пропал без вести уже на следующий день. Утром проснулись, его уже там не было. Организовали сами поиски они, друзья. Но безрезультатно. А потом мы искали трое суток. И тоже ничего. Люди пропадают без вести даже в больших городах. Исчезновение человека в лесу, да еще рядом с огромным болотом, чем-то из ряда вон выходящим считать трудно. Но Юрий Девяткин склонен предполагать, виновата гиблое место. У нас несколько случаев, не несколько, а довольно часто были случаи, когда люди просто находили через 2-3 месяца. Ну, полностью раздетые. Следствие пыталось восстановить картину происшествия, но в очередной раз заходило в тупик. Следов насилия на телах не было. Человек просто бежал бегом. Такое ощущение, что вот испугал, что ли. И на ходу раздевался. Сапоги по дороге бросаны, верхняя одежда полностью вся. Я не знаю, как объяснить. Пропавшего без вести охотника из Санкт-Петербурга так и не нашли. Его насмерть перепуганные друзья решили, от гиблого места нужно держаться подальше. Отправляясь в экспедицию к таинственной и смертельно опасной вепской трясине, наш корреспондент попытался выяснить у родственников погибших, удалось ли следствию установить реальные причины загадочных смертей. Свидетельство этого смерти данного перехлаждения. 8 лет назад сын Марии Ильиничны Воробьевой вместе с другом отправился на болото за клюквой. Обещал вернуться к вечеру и пропал. Через два дня в станции панчина парень Серега пригнал лошадь и сказал, что в машину. На поиски взрослого мужчины отправились все родственники от мала до велика. Спасательные операции подключили представителей власти. Безрезультатно. Сын Марии Воробьевой исчез без следа. Дошли потом уже, я не знаю, спустя больше месяца, где-то уже под осенью, глухой осенью. Все уже, труп такой, полуразложился весь. Одежда вся была снята, разбросана. Труп был обнажен. Лежал лицом вниз. Во рту ком земли. Одежду погибшего нашли чуть позже. Она хаотично была разбросана по болоту на большом расстоянии от тела. Было похоже на то, что человек бежал и на ходу снимал одежду, раздевался. И бежал до последнего, потом просто упал и все. Помни мне, Господи, Василий. Василий, вот мой сынок. Тяжело детей хоронить. Вот уже 8 лет Мария Евгеньевична ходит на могилу сына. Но и до сих пор женщина так и не смогла объяснить себе странные обстоятельства гибели взрослого здорового мужчины. А вот уж не знаю, не могу по этому сказать, сынок. Вот по моему голову оказался, что я уже скину так. Видно, тяжело было, я не знаю. Нет ответа на этот вопрос и у Юрия Девяткина. Но егерю не раз приходилось участвовать в поисках без вести пропавших людей и находить в лесу их обнаженные тела. Полностью раздеты все в земле. Все полностью, лесо полностью все измазанное. Лесо такое прикошено от ужаса. Нашу экспедицию заинтересовала версия о нападении на человека загадочных рептилий. Мы решили ее проверить. Анна Андреевна Кетляшова сама из вепсов. Тех самых, что когда-то называли себя чудью. Анна Андреевна рассказала нам невероятную историю. Недалеко от вепской тресины женщина видела монстра. Рептилию, похожую на мифологического змея. Было это еще в детстве. В тот памятный день они с братом собирали грибы неподалеку от родной деревни. Когда увидели змею. Гадина двигалась прямо на детей, словно пыталась напасть. Вид монстра был настолько необычен, что женщина и через 70 лет помнит эту встречу. Гребень такой классный. С ползывота и до верфи, с головой, да все. Гребень. Не видала век, ведь мы его дали в деревню. Брат, я-то не знала, а брат говорит, Юшка, давай бежать. Это летучая змея. Насмерть перепуганные дети в один миг выбежали на опушку леса, но когда отдышались и огляделись, болотный змей опять оказался рядом. Не знаю, она полетела или не знаю, другая. Брат опять говорит, Юшка говорит, «Опять змея смотрю, это голова-то поднята, где-то с ползывота гребень-то в лесе, такой красный-красный, вот так голый. Нешно, опасно. Но это налетит, догначит, он клюнет, либо что-нибудь. И человек может умереть». Илья Агапов вот уже несколько лет исследует вепский фольклор. Местные жители неоднократно рассказывали ему легенды, в которых упоминается таинственная летающая змея с красным гребнем. Возникло предположение у руководителя нашей группы на тот момент, что за этими быличками скрывается неизвестный вид змеи. Мы пытались это проверить, но пока информацию не удалось подтвердить, не опровергнуть. Но факт остается фактом. Загадочную летающую змею видели многие. Может быть, это массовый самогипноз? Или на болотах обитает неизвестной науке вид пресмыкающегося? Невероятно! Летающие змеи существуют только в легендах. Но люди, живущие рядом с гиблой вепской трясиной, утверждают – страшная змея реальна. Без реального существования таких животных подобного пласта болитик просто бы не возникло. Совпадают рассказы в деталях. Трудно предположить, как могли бы возникнуть эти рассказы без реального существования этих змей. Далее в программе. Кто убивает жителей вепских болот на севере России? Рассказали о трупах голых людей. Ожившее предание о змее из преисподней. Большая голова, как в таком-то гребне, шипит. И как выжить в гиблом месте? Количество заболеваний здесь, в таких зонах, увеличивается в несколько раз. Я раскрою все тайны. Наша планета пронизана линиями геотектонических разломов, трещинами в земной коре. Одна из таких гигантских трещин находится на северо-западе России. Это очень мощная зона разломов, очень крупная. Она там сотни миллионов лет существует. И сейчас она активна. В этих зонах ученые регистрируют всплески энергии. Энергетические выбросы способны влиять как на окружающую среду, так и на человека. Нежелательно в таких местах жить, потому что количество заболеваний здесь, в таких зонах, увеличивается в несколько раз. Нехорошие места так в народе их нарекли. Геофизические аномалии могут иметь различную природу. Ученые объясняют их возникновение составом и структурой пород земной коры. Если порода легкая, как правило, отрицательная гравитационная аномалия. Над базитовыми породами, основными, как их биологи называют, они очень тяжелые. Они образуют положительные гравиметрические аномалии. В таких аномальных зонах из-под земли начинают бить минеральные источники. А растения приобретают целебные свойства. Места силы. Так люди называют оазисы природной энергии. Кабардино-Балкария. Подножье Эльбруса. Урочище Джиласу. Еще одно место аномальной концентрации энергии. В одном из походов альпинист Аркадий Давыдов случайно обнаружил такое место. Идет энергетическая полоса. На ней, говорит, будешь стоять, будет идти тепло. Альпинист Аркадий Давыдов утверждает, на этом месте энергия ощущается на физическом уровне. Эти каменные глыбы аккумулируют энергию и способны ее передавать. Если положить на камень обычную батарейку, она зарядится. Могут и часы. У кого-то могут вперед уйти, у кого-то могут отстать. Батарейки пробовали. На один кадр батарейку может зарядить. На фотоаппарате. Здесь, в Кабардино-Балкарии, в окрестностях селения Эль-Тюбю, археологи во время раскопок столкнулись с одной из тайн мира. Ощущение того, что ты присутствуешь в другом мире. Ощущение того, что рядом с тобой происходят какие-то явления. Как будто кто-то на тебя смотрит. Как будто кто-то за тобой следит. Город мертвых. Так балкарцы называют склепы, которые на протяжении веков возводили здесь их предки. Я хожу по могилам. Склеп фамилии такой-то. То есть он небольшой. Метра полтора на два метра девяносто. Эти камни, они стоят на таких местах, где соединяются, возможно, земные и космические силы. И они окружены определенной энергетикой. И подпитываются, и также излучают. Поэтому неизбежно такое сильное влияние подобных артефактов на людей. И раньше, и сейчас. Во время раскопок в городе мертвых, рядом со склепами знати, некоторые из которых датируются ранним 13 веком, археологи обнаружили могилы, в которых были человеческие скелеты более чем двухметровой длины. То есть это очень высокие люди, чуть ли не великаны. Таких среди местных жителей не было. Эти захоронения располагались по периметру города мертвых. И ученые предположили, предки современных балкарцев хоронили великанов на подступах к склепам. По версии археологов, двухметровые стражники должны были охранять покой духов. Но откуда в эти места пришли люди гигантского роста? И куда исчезли? Ответ на этот вопрос Виктору Котлерову кажется настолько невероятным, что серьезный ученый готов поверить в существование сверхъестественных сил. Я видел, условно говорю, дверь в скале, которая вела, как мне кажется, в иномир. Я приближался к этой двери и пытался войти туда, но не вошел. Объяснить я это не смог. Далее в программе сказка, ставшая страшной былью. Говые трупы связаны с преданиями. Военное училище в центре аномальной зоны. Вообще не хотелось бы вспоминать. Почему именно здесь происходят катастрофы? Погибли сразу 11 курсантов молодых. Я расстроил все тайны. Город Тихвин. Промышленный и культурный центр района в Ленинградской области. Крупный транспортный узел, но совсем рядом Лепская трясина. Ареал обитания таинственного монстра. Гиблое место. Наша съемочная группа выехала из Тихвина. И через 50 километров оказалась среди непроходимых лесов. Здесь, у самого края Вепских болот, редко можно встретить человека. А вот представители животного мира, наоборот, чувствуют себя вольготно. Ну вот здесь буквально след волка. Одиночки. Довольно крупные. И по-видимому мы его на машине только сейчас догнали. И шел перед нами. И ушел в сторону. Летающий змей вымысел. Но люди, живущие рядом с Вепской трясиной, утверждают, они своими глазами видели монстра. Свидетельства многочисленных очевидцев заставляют поверить в то, что на болотах действительно существует неизвестный науке вид рептилий. Змеи – отличные прыгуны. В тропиках водится пальмовая змея. Излюбленный способ охоты этой рептилии – прыжок с высоты дерева. Яд пальмовой змеи вызывает в теле жертвы настолько нестерпимый жар, что жертва начинает словно гореть изнутри. Если змея – причина смерти этих людей, то становится понятным, почему погибшие срывали с себя одежду. Сказывалось действие яда. Чтобы облегчить свои страдания, несчастные пытались высасывать из влажной земли воду. Потому и рты у покойников забиты грязью и мхом. Возникло предположение, что вот эти голые трупы связаны с преданиями, которые рассказывают местные жители. Человек прибегал голым после встречи с этой змеей. Но откуда в холодных Тихвинских болотах тропические змеи? Что за этим стоит, мы не знаем. Это одна из загадок этих мест, и этих лесов, и болот. Здесь постоянно пропадают люди, периодически. Они даже их не всегда находят. Но вот такие смерти, они, конечно, оставляют отпечаток загадки. В таких аномальных зонах, как Тихвинская трясина, с точки зрения современной науки, порой возникают необъяснимые вещи. Люди называют их чертовщиной. Город Томск. Еще одно гиблое место на карте России. Здесь происходят необъяснимые и трагичные случаи. Томское военное училище связи. Майор Бугаев заступил в наряд по службе. Через два часа на офицера было совершено нападение. Почувствовал удар по фалангам пальцев. Они у меня были переломаны. Вообще рамы остались до сих пор. А потом меня стало, как эти силы, неведомые просто отталкивать. Бугаев находился в закрытой комнате. Войти в помещение никто не мог. Но майор утверждает, тот, кто на него напал, был невидим. Я не видел никого. Не было ни рук, не было ни людей, не было вообще какой-то материальной субстанции. Просто происходила какая-то сила, неведомая и невидимая, которая ломала. Невидимый преступник избивал офицера обрезком трубы. Следователи потом нашли орудие нападения со следами крови и волос потерпевшего. Я забился в угол, я закрыл голову руками, и потом удар, и я потерял сознание. Я больше ничего не помню. Избиение продолжалось считанные минуты и закончилось так же неожиданно, как и началось. Когда Бугаев оправился от шока, следователи военной прокуратуры тщательно его допросили. Но сыщикам не удалось выяснить ни личность преступника, ни то, как он вошел, а затем покинул помещение. После того, как меня привлекли в качестве независимого эксперта, когда ни одна гипотеза, версия следствия не подтвердилась, мы провели свое следствие. Мы пришли к выводу, у нас есть доказательства, что это было именно полтергейстное событие. После загадочного нападения офицеру пришлось уволиться из вооруженных сил. О полтергейсте, который стоил ему карьеры, майор Бугаев старается забыть. Что это? Тоже объяснить трудно. Вообще не хотелось бы вспоминать, а не хотелось бы приходить сюда еще раз. В случае с офицером Томского военного училища майором Бугаевым специалисты по паранормальным явлениям относят к проявлениям так называемого острова полтергейста. Такие аномальные и агрессивные всплески энергии возможны только там, где есть геопатогенные зоны. Исследователи были уверены, Томское военное училище стоит на месте геотектонического разлома. Эта уверенность подкреплялась трагическими событиями восьмидесятых годов прошлого века, когда рухнула одна из казарм военного училища. Исследователь Виктор Фефелов уверен, всему виной негативная энергия геотектонического разлома. Геоактивные зоны, они не под всей территорией этого закрытого военного городка, а определенные места. В частности, вот здесь находилась рухнувшая казарма, в которой погибли сразу 11 курсантов молодых. Очевидцы до сих пор помнят эту трагедию. Когда облако пыли рассеялось, на месте казармы была лишь груда кирпича, тяжелые балки и бетонные перекрытия. Раненые курсанты звали на помощь из-под завалов. Все страшно, конечно, когда все там вот обвалилось, все было так, когда, конечно, все это привозили, когда их с тобой прощались, когда все это было страшно, что все это рядом было. Сегодня на основании многолетних научных расчетов и наблюдений создана карта активных разломов России. Основываясь на этих исследованиях, геологи утверждают, платформы земной коры ведут себя достаточно активно. Сначала энергия накапливается в определенном месте, в определенной зоне. Потом происходит ее релаксация или разрядка. В это время происходит резкая какая-то подвижка. И, соответственно, это вот идут сейсмические волны. Наши предки старались обезопасить себя от подобных каверс природы. Они знали о гиблых местах и никогда там не селились. Современные города строятся без учета древних знаний. И это нередко приводит к катастрофам. Здесь даже не только в домах, если посмотреть, деревья, они все тополя и другие, они больные. То есть в геоактивных зонах растительность угнетенная, уродливая и больная. Это один из признаков геоактивных зон. Далее в программе. Зачем был построен Беломорканал? Он построен был с такими огромными, просто чудовищными жертвами. Почему сотрудников сталинского ГПУ называли «змеевы детки»? Кожа была, это любимая, как говорится, одежда, любимый антураж чекистов. И как это связано с ожившей легендой Вепских болот? Большая голова-то как с таким-то гребнем шипит. Я расстроил все тайны. Историк военной разведки Андрей Синельников утверждает, в главном политическом управлении при НКВД существовал оккультный отдел. В здании на Лубянской площади изучали все, что имело малейший намек таинственности, в том числе интересовались и Чутью. Существует версия, что они занимались проблемой лабиринтов, как раз искали вход в иной мир. Согласно преданиям, параллельный мир духов мог наделить силой и могуществом любого, кто найдет к нему дорогу. Эксперты из отдела оккультизма при НКВД выдвинули версию. Чтобы попасть в подземные языческие капища, нужно вымастить дорогу к ним человеческими жертвами. И Сталин отдал приказ о строительстве Беломор-канала. Экономическая целесообразность такого грандиозного инженерного сооружения на тот момент была весьма сомнительна. Сам канал, если начать взять себе задачу изучить, для чего он был нужен, он для чего был не нужен. Он же параллельно идет старому Николаевскому каналу. Беломор-канал строили силами заключенных ГУЛАГа. Без современной тяжелой техники и без поставок строительных материалов. Использовали то, что было под рукой. Дерево, камень, грунт и торф. Неужели гибель десятков тысяч советских людей была языческим жертвоприношением? Эта оккультная версия кажется невероятной, но факт остается фактом. По различным данным, на строительстве этого грандиозного инженерного объекта погибло от 50 до 200 тысяч заключенных. Дорога в мир могущественных духов была открыта. По преданию Сааме, мир духов, мир мертвых от мира живых охранял дракон. И Сааме поклонялись этому дракону. Тот, кто остался в мире мертвых, их называли змеевы детки. Издревле у народов русского севера бытовала легенда о змеевых детках. Эти создания якобы стерегут врата в мир духов. Но время от времени они могли принимать человеческий облик и вмешиваться в дела людей. Узнать их можно по кожаным одеждам. Можно ли здесь провести аналогию между миром легенд и историческими фактами? Историк военной разведки Андрей Синельников отвечает на этот вопрос утвердительно. Кожа была, это любимая, как говорится, одежда. Любимый антураж чекистов, особенно сталинских чекистов. Но за змеевыми детками по легенде всегда стоит хранитель, даже хранитель, мецы. Они называются змеевы-девы. Змеевы-девы оберегали древние традиции и законы. В тех случаях, когда эти законы нарушались и могущество использовалось во вред человечеству, хранительницы должны были уничтожить недостойных носителей древних знаний. Притом не то, чтобы бросить нейтронную бомбу, порезать всех кержавом, перетравить всех цианистым калием. Они создают условия, когда они начинают уничтожать сами себя. Змеевы-девы обладали знанием, которое позволяло запустить механизм самоуничтожения среди отступников. Тех, кто стал злоупотреблять властью и могуществом, которые даровали им духи языческих капищ. Убивали огромное количество людей в то время. И по сути это являлось зачисткой. Бывшие соратники уничтожали друг друга десятками тысяч. Соловецкие острова стали гиблым местом. Далее в программе. Осторожно! Вепская трясина. Не достай. Все. Стоп. Ожившая легенда о змее из преисподней. Какая-то большая голова-то как с каким-то гребнем шипит. Корреспонденты программы «Тайны мира» нашли змея в Зевских болотах. Я раскрою все тайны. Наша съемочная группа продолжает поиски таинственной рептилии, которая держит в страхе жителей деревни усть-копша Тихвинского района Ленинградской области. Здесь, в самом сердце вепской трясины, нужно быть крайне осторожным. Сами видите, вроде деревья стоят, но глубина довольно. Везде туда уходит. Вон палки везде. Все качается. И они на болотах здесь у нас во многих местах. Вот такие ловушки. Городским жителям без сопровождающего в такие места лучше не соваться. Достаточно одного неверного шага, и вы – жертва трясины. Вот здесь качается. Здесь краем сухо. Немножко уже все. Ну, да, не доставь. Все. Топ. Через несколько часов блужданий по болоту проводник выводит нашу группу к предполагаемому месту обитания таинственной змеи. Рядом с этой норой год назад на соседа Юрия Девяткина напала змея. Конечно, напрыгла. Раз укусила, отпрыгнула. И второй раз пыталась укусить. Когда краевед Алла Титова выезжает в этнографические экспедиции в район Вепских болот, она соблюдает все меры предосторожности для того, чтобы не стать очередной жертвой таинственной рептилии. Главная особенность в том, что эти змеи агрессивны. Вообще, почему, собственно, так и боялись их, в том, что они нападали сами. Жители деревни Усть-Капша рассказывают. Способ спастись от летающей змеи передается здесь из поколения в поколение. Правила поведения при встрече с рептилией просты. Нужно бросить ей деталь своей одежды. Одна из моих информанток рассказывала, что она кинула платок. Потом, когда вернулись на это место, платок был весь из мелких дырок. Быть может, именно поэтому найденные на болотах тела были без одежды. Убегая от летающей змеи, люди снимали с себя все, но это не спасало их от гибели. В нашей малочисленной группе за короткое съемочное время мы даже не то, что неизвестный вид змеи поймать, мы даже не можем найти известные нам виды змеи. Ни гадюк, ни ужей, ни медянок нам не попались. Почему в одних случаях природная энергия способна умножать силы человека, а в других уничтожить все живое на огромных территориях? 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв четвертого энергоблока. Атомный реактор был полностью разрушен. В целях безопасности из 30-километровой зоны были эвакуированы более 115 тысяч человек. Город Припять стал гиблым местом. По официальной версии, взрыв реактора произошел из-за нарушений правил его эксплуатации. Но существует и другая версия. Чернобыль находится в самом центре крупной геофизической аномалии. На гиблом месте, как говорят в народе. Это идет такая волна, которая очень невелика по амплитуде, где-то сантиметров, наверное, 50-70. И поскольку она очень широкая и медленная, то мы ее не ощущаем, мы ее не видим. Инструментальными методами она прекрасно фиксируется. Небольшого землетрясения оказалось достаточно, чтобы разрушить реактор. Вот доказательства. Чернобыльская АЭС была построена в Припятско-Днепровской впадине. Именно здесь проходит один из геотектонических разломов Припятской системы. На сегодняшний день она находится в так называемой активной фазе. А в фазе активности находится и Тихоокеанская тектоническая плита. Она расположена в так называемом районе Огненного кольца. Здесь геотектонические разломы достигают огромных глубин до 30 километров. На линии геотектонического разлома находилась и атомная электростанция Фукусима-1. Подземный толчок и последовавший за ним выброс энергии спровоцировали мощный удар цунами и крупнейшую аварию. Специалисты присвоили ей седьмой, самый высокий уровень сложности. Плиты взаимодействуют друг с другом, сталкиваются, надвигаются, наезжают друг на друга. Вот это создает определенное напряженное состояние. Это такой достаточно очевидный, что ли, источник. Может быть, Вепские болота находятся в зоне такого геотектонического разлома? И именно этим объясняются происходящие здесь аномалии. Возможно, выброс энергии стал причиной мутации средиземноводных. А эта мутация привела к появлению гигантской змеи, о которой рассказывают местные жители. Наша съемочная группа продолжает поиски. Что стоит за этим преданием? В чем загадка? На солнце свет змей можно воспринимать по-разному. И так как люди змей боятся, то, как у страха глаза велики, то, возможно, что просто испугавшись змеи, человек впоследствии что-то мог и наговорить. Эта версия вполне правдоподобна, но факт остается фактом. Местные жители покидают давно обжитые места и переселяются подальше от гиблых вепских болот. Старые фундаменты, все здесь, все заросло. Василий Усанов родился и вырос в этой деревне. Здесь появилась на свет его дочь. Но гиблое вепское болото не оставило ему выбора. Вместе с семьей Василий перебрался в районный центр. Вскоре его примеру последовали и остальные жители деревни. Вот так и поехали все. Потихоньку, потихоньку. А здесь домов 50 было. Так и кузировалось населенное. Все бурьяном поросло. Только на третий день членам нашей экспедиции улыбнулась удача. Жители деревни Усть-Капша указали нам дом, в котором живет Антонина Егорова. По их словам, 80-летняя женщина видела ту самую змею. Антонина Осиповна держит овец не только для хозяйственных нужд. С помощью животных женщина пытается обезопасить себя от ядовитых змей. Домашняя скотина съедает и вытаптывает траву. И змеям просто негде прятаться. Они издалека чувствуют топот коров и овец и не посягают на человеческое жилье. А теперь жунглям таким зарастают деревни. Будут змеи плавать. Куда же они дерут? Антонина Осиповна согласилась показать точное место, где она видела ту самую змею. На эту опушку леса жители Усть-Капши всегда ходили за ягодами и грибами. Пока дорога идти далеко, так я его соберу в карман, да поем брусники там. Когда женщина в очередной раз наклонилась за ягодой, ее внимание привлек странный звук. Слышал что-то? Ши-ши-ши-ши-ши-ши. Я говорю, что у нас есть это? Антонина Осиповна пригляделась и увидела в высокой траве странную змею. Я как подниму голову, подальше сосна, ну метров, может, пять, то побольше, пяти метров. Гляжу, это змея, вы не верите. По всему телу змеи были поперечные полосы. Но не это удивило женщину. У головы какой-то гребень. Гребень такой. Шипит на меня, голова поднята. И этим гребнем да так машут. Никогда не боявшаяся змей раньше, Антонина Егорова стояла в оцепенении и смотрела, как на нее надвигается змея. В руках у женщины был гребной нож, но руки ходуном ходили от ужаса и нож упал в высокую траву. Вот куда-то говорили, что есть змеи, что прыгают сзади. Здесь? Да. Вот, что прыгают. Что сделают, скотчок опять дальше, это, скотчком прыгают. Так, я того боялась. На месте, где Антонина Егорова видела змею, мы установили скрытую инфракрасную камеру, которая автоматически включает видеозапись, реагируя на любое движение. Несколько дней она фиксировала все вокруг. Мы отсмотрели многочасовую видеозапись и обнаружили эти кадры. Неясное движение. В кадре действительно присутствует нечто, похожее на змею. Остановим запись и увеличим изображение. На покадровом просмотре видно. Размытый силуэт действительно напоминает змею и довольно крупную. Увеличим изображение до максимально возможного. На теле рептилии действительно есть нечто вроде высокого уплотнения, напоминающего гребень. Неужели нам удалось обнаружить загадочного монстра, который держит в страхе сотни людей? Экспедиция программы «Тайны мира» вернется на Вепские болота. Мы раскроем тайну этого гиблоуместа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...